Алло, да, здравствуйте. Там мне Виктор писал, что вы к нам заедете сегодня. Так, ребятки, ну что, экскурсия, давайте, погнали, сейчас все будем показывать. Так, ну, конечно, ни один ресторан не обходится без Сирожи. Сирожа стоит, охраняет, можно с ним сфотографироваться. Я не помню, платно или нет, это уже с ним договариваетесь. Смотрите, у нас здесь мусорка классная. Вот большое ведро сюда скидывается, а вот сюда мы сливаем жидкость. Здесь у нас был грудь, но, как мы знаем, что у нас все-таки живут вандалы в стране, поэтому грудь-то сломали, мы фотографию сейчас прикрепим. У нас есть другой маленький грудь, его не сломали, интересно? Пойдемте, покажу. Вот маленький грудь. Сразу же мы тут, смотрите, у нас менюшка, обязательно скругленные края, это очень важно. Подсветка у нас здесь тоже, видите, вот скругленные уголочки, все четенько, симметрия, прям бомболея. Вот это у нас телек, который показывает заказы, которые готовятся, готовы. Ну, в общем, как в любом фастфуде. Сразу же здесь витрина у нас, кубички у нас тоже скругленные. Здесь ценник скругленность, потому что это надо нейроны свои скруглять. Нейрографика. Сырнички делаем сами, конечно же. Круассаны сами, круассаны, кубические круассаны и шайбы. И вот у нас даже есть такая сметана. И когда хейтеры говорят, вы что, сметану продаете к борщу? Да, продаем. 50 рублей стоит. Вот. Надо поставить по 300, чтобы у вас срака сгорела. Подносы. Смотрите, у нас такие вот четкие эмалированные. Вот такие. Вот такая подкладочка. Здесь у нас, смотрите, мониторы. И мы сделали ролик такой, чтобы люди видели, как готовится вот этот вот наш борщ. Потому что кассиры заколебываются, объясняют, что типа вот мы варим отдельно. А эти такие, зачем отдельно? Еще. Короче, мы покажем видос. Здесь все понятно. Естественно, у нас доставочка есть. В районе, по-моему, 9 километров вокруг нас. Там вот можно посмотреть всякие штуки. Ну, то есть, это не все меню здесь. Меню как бы вот все позиции. А там какие-то там комбо, еще какие-то фотографии, чтобы людям было понятно, что мы вообще делаем. Пойдемте столы посмотрим. Так, стол. Плиточка, стол. Смотрите. Закругленная. Здесь вот закругленная. Углы закругленные. Просто песня. Мне столы нравятся, я кайфую и даже могу подрочить на них. Лучше закрыли? Отлично. Парни этим не занимаются, только девушки. Естественно, без березки у нас ни одно заведение не обходится. Ну, а раньше не огонь у нас. Березка, табличка, эмалированная, четкая. Тут же у нас есть вот такая штука. То есть вы берете вот листочек. А тут что-то писали. Спасибо большое. Очень вкусно. Берем вот так вот. Пишем вот так вот. И вот так вот. Оп. И вот так вот туда отправляем вам. Все. Вот здесь у нас каворкинг-зона. Ну, так мы ее называем. Я хотел, чтобы люди приходили и могли немножко работать в заведении. То есть здесь у нас такое из дерева все выполнено. Удобно. Розеточки, USB. То есть воткнули. Причем смотрите у нас какие розетки USB и Type-C. Соответственно, ноутбук, телефон воткнули. Сидите и пожираете свои оранчини. Так, а что телевизор у нас ничего не показывает? Короче, надо сделать. Это, короче, на телеке мы должны выводить меню и расписание поездов. Соответственно, не работает. Сейчас мы в чатик, вот прям при вас, в чатик отправим. Вот так, вот так, вот так. Отправили. Там будут разбираться. Да. Погнали дальше. Вот эта штука для детей. Игрушки. Бам, бам, бам. Крутилки, часы. Здесь у нас букросин. Можно взять книгу, почитать домой и взамен какую-нибудь свою оставить. Можно не оставлять взамен, то есть это не важно. Но в целом, как бы, конечно же, они у нас исчезают. Люди берут и не приносят. Мы потихоньку добавляем. Но в целом, короче, это стена. Давайте напишите, как эту стену назвать. И мы здесь напишем. Так, как вы назовете, так мы здесь и напишем. Здесь вот у нас батарея была. Мы сделали такую сидушку. Соответственно, можно вот так вот сесть. То есть у окошка приятно, там можно смотреть. Можно в той стороне, там не важно. Главное, что уютно, классно. Йоу, мы вот это вот кадр из рэпчика. Я и есть рэп. Короче, вот эти вот кубы мне очень нравятся. Мы их делаем в каждом ресторане. Они такие интерактивные, классные. Вот прорисовки всякие там. Штребанинка, естественно. То есть это элемент дизайна. Они в целом не дешевые, но и не супердорогие. Но и не супердешевые. Но и не дорогие. Но и не дешевые. Но и не дорогие. Но и не дешевые. И не дорогие. Там сколько еще осталось? Много зарядки? Я так до конца буду. Так, вот у нас еще такие штуки есть. Всякие наши тушеночки, фотографии. Там что-нибудь такое. Ну, то есть все, что на канале было. Типа подписчикам приятно на это смотреть. То есть, как вы поняли, у нас деталей много. И я вообще за эти детали, как бы за все отвечаю. То есть я согласовываю каждый элемент. Даже вот скругление наверху. Количество полочек, там размеры и так далее, и так далее. Здесь у нас еще поделено. И мы построили кулинарную студию. Вот у нас раз, два, три окна. Это окна шпионы. То есть вот они отражают вот так вот. То есть не видно, что там происходит. Для того, чтобы там было комфортно. Пойдем туда. Еще у нас такая штука есть. У всех нормальных ребят такая штука. Так, заходим сюда. Тут у нас вот диспенсер вот с такой штукой. Это Никита. Он готовит здесь, мастер-классы проводит. Вот если вдруг что-то грязно вот так вот, то это к Никите. Вопрос. Напишите в комментариях. Там, зайдите к Никиту, пожалуйста. Вот, смотрите. Чтобы Никите стыдно было. Вот, у нас еще ложек много. Смотрите, сколько у нас ложек. Сейчас мы вот так вот. А то ложки у нас чистые. Видите, ложки, вилки. Здесь как бы и для отдачи ложки, вилки. И обычные ложки для того, чтобы можно было два раза не облизывать. Мы же не Ивлев или Ивлев. Вот спрашивают, некоторые спрашивают, типа, почему профессионалы, типа, котируют. Типа, у них котируется Ивлев. Я говорю, нет. Вот, Никита, котируется Ивлев? Нет. Нет. Нет, прикинь, ты такой, блядь, ну Ивлев, ты видел его? Я бы хотел. Я его трогал. Я трогал Ивлева. Кто хочет потрогать Ивлева? Так, смотрите, вот здесь вот построена студия, спроектирована специально так, чтобы вот у нас большой стол такой, буквой П, для того, чтобы можно было вот здесь вот так вот ходить и к каждому подходить. Здесь вот человек готовит. Соответственно, можно контролировать там любое действие человека, показывать, рассказывать. И это, короче, очень удобно и классно. Чуть-чуть хотелось бы побольше кулинарную студию, но, типа, не позволяет нам само пространство, поэтому что есть, то есть. У нас всякие штуки здесь, вот там делаем уксус, масло фейхоа, это опять Никита пизданулся, зеленый жасмин. Это что, это этот, который чайный? Это Тема, который принес от него? Ну ладно. Может, вторая банка. А что тут как? А пробовали газировать его, нет? Этот, добавлять изюмчик, ну, можно газировать. Нет, короче, делаешь хамбучу, закрываешь бутылку, ставишь в холодильник, он сутки еще ферментируется и газируется сам. Да? А, нормально. Короче, там уксусы, там что-то еще, а, ничего, уже черного чеснока нету, да, они стоят? Да, черный чеснок, вот в пакете стоит. Вот черный чеснок, мы уже его тоннами делаем, вот он вот так вот выглядит, черный чеснок. Делаем мороженое, что ты доделал, чизкейк, да? Чизкейк. Ну, короче, всякие штуки. Вот это вот сколько, 30 дней, это там или меньше? Три недели. Так, вот здесь какие-то ножи Анатолия, я хуй знаю для чего это, ну, короче, здесь смотрите. Сначала нужно набрать вот код. Блять, я забыл код. Потом здесь код, вот так вот, открыли, закрыли, вот так вот здесь. Открыли. И только тогда можно взять вот нож. Ну, смотрите, здесь камера записывает аккуратно. И тут еще, вот еще тут регистратор есть. И здесь вот давление регулируется, ну, чтобы ножи не высыхали. И влажность. Так, сковородки у нас. Вот эти, ну, антипригарные, потому что для чего-то они все равно там нужны. Мы ризотто там делаем, еще всякие штуки. Это вот кепочки, которые кепочки. Тут уже нержавейка, тоже на них готовим много всего. Удобная штука, вот так вот висят, короче, очень классно. Здесь у нас, смотрите, нанотехнологии. Вот так вот берем палец, вот так вот, бах. И туда скидываем мусор. И закрыли. Так, смотрите, у нас здесь всякие фоточки. Кстати, еще второй раз хейтим Никиту. Должно быть больше, но должно пройти еще, наверное, полгода, пока Никита сделает еще фотографии, да? Сделаны уже. Сделаны уже? Да, в России. А, точно, они же там должны лежать, в ящике. Я понял. Так, дальше у нас холодильники здесь. Со всякими штуками, заготовочки. Вот написано культуры, споры, закваски, фермы, ферментация какая-то. Так, конвектомат у нас, потому что мы там стейки доготавливаем, что-то выпекаем. Ну, короче, и плюс у нас будут мастер-классы для поваров, профессионалов. Поэтому вот у нас есть конвектомат. Духовочка, микроволновочка, духовочка, холодильник, морозилка. Тоже. О, 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 вот это нормально. Нормальная штука. Ну и, соответственно, все подписано, чтобы не путали, где холодос, а где парик. Так, кухня. Кухня, которая в сердце кухни кухня. Так, у нас вот что-то чинят. Что вы чините? Ага, пончиковый аппарат. А что с ним, что он хочет? Что вы выявили или ничего пока? Ломал он хочет. Секом, потому что, да? А вы от секома или вы другой? Мы другие. Секом просто каждый месяц ломается. Очень классная штука. Значит, у нас здесь, понятное дело, мойка гнутая, цельнометаллическая. Все у нас четенько. Вот эти вот корзины очень удобные, соски, стеллажи, кастрюли. И вот эти вот штуки, пены, в которых греется у нас. То есть это теплоемкий такой и как бы полезный пластик. Такой бывает полезный пластик? Гастрики подписанные. Солянка, там щи. Вот много гастриков. Много вытяжек у нас еще здесь. Так, тут же конвектомат тоже. Это рациональ. БУшечка. Мы за БУшечку топим. Вся нейтралка, ну то есть столы, раковины и прочее, БУшка. И почти все оборудование БУшное. Здесь вот морозилка такая, нормальная, удобная. Потому что мы так раз, и у нас тут картошечка. Порция сразу бах. И мы кидаем, обжариваем. Тут у нас же пирожочки. И все остальное. Это все в корзину так раз. Закинули. И обжариваем вот во фритюрнице. Фритюрницы у нас лютейшие. Фраймастер классные. Песня просто. Мне прям нравится. Единственное, они сука дорогие. И сука киловаттные. Вот это все на 56 киловатт. Здесь вот тусуется персонал. Стой, куда ты убегаешь. Стой. Держим, держим. Да не, 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 не этот. Никто меня не знает, да? Здесь меня никто не знает на самом деле. Вот. Два человека знают меня. И ты знаешь меня? Все? Больше никто меня не знает. Короче, здесь они тусуются. Когда начальства нет, они что-то типа инстаграм или что. Но им нельзя. Но они где-то там прячутся. Где вы ныкаетесь в инстаграме смотрят? На обеде? А когда работы нет? Ну, ты должен сказать, что не бывает такое. Почему ты ему не помогаешь, Настя? Не помогает она ему. Короче, здесь вот у нас все подписано. Даты, соусы, сколько чего накладывать. Также у нас прописаны где. Ну, вот, допустим, вот здесь. Вторая ванная, пирожок. Типа кнопка 1,6. 12 минут, 3 минуты, 4 минуты жарится. 3, 4, 2 минуты. То есть все по кнопкам и все жарится именно по времени. Короче, кондей. Ну, вот сейчас на обогрев включают. Но мы немножко, чуть-чуть заботимся о персонале. Совсем чуть-чуть. Поэтому кондей на кухне поставили, чтобы летом они не охеревали. Но все равно жарко, но хоть немножко спасает. Такая же саладета здесь. Морозильный шкаф. Вот тоже как у нас собирается. Можно показать. Типа вот так собирается бургер у нас. Здесь зона bubble tea. То есть у нас всякие вот такие штучки вкусненькие. Сиропчики и прочее. Тут зона пожарной безопасности. Вот это вот знаменитая carpeggiани. Забейте, сколько она стоит. Carpeggiани K3. Так, здесь у нас само название говорит за себя. Что у нас. Значит, пойдем вниз смотреть и показывать. Тут у нас морозильная камера. Ну, более-менее порядок. Можем чуть-чуть показать. Совсем немножко. Здесь у нас склад. Склад. Вот всякие. Вот эти вот стаканчики и прочее. То есть это все, видите, в больших количествах заказывается. Ну, чтобы экономней было. Потому что тут как бы экономится каждый рубль. Допустим, заказываешь там 5000 экземпляров каких-то штук. Стоит там 3-5 рубля. А если, допустим, 20 тысяч, то стоит там 2,6. И я такой, конечно же, 2,6. Ставчик. Ну, это поварской сленг. Все знают, что такое ставчик. Поэтому это зона, где можно поесть. Вообще, прям шикарно. Как будто бы мне надо тоже здесь поесть. Подушки здесь. Ой, как кайфово. Все, я спать. И вот эту штуку, кстати, ребята, это опять же. Мы беспокоимся о персонале. Чтобы, видите, здесь низковато. А тут у нас складик такой. А это все вот Сашина оборудование. Саша, твое оборудование. Так, здесь у нас среднетемпературная камера. То есть плюсовая. Там плюс 4 градуса. Тут тоже всякое такое хранится у нас. Все правильно, все классно. Кабинет. Вот это кабинет. Я не знаю, кто тут начальник. Ну, короче, кто-то есть начальник. Кто ты сейчас начальник главный? Ты нормально. Кабинетик. Ну, у нас документов здесь нет. Ладно. В общем, у нас здесь камеры. Кабинет. Вот мой китель, который я давно... Кстати, я его искал, искал. Вот мой китель здесь висит. Ой, еще и наглаженный. Нифига у нас работники. Здесь у меня колоночки классные, которые я не слушал. Нет времени. Вот радиотехника. Тут у нас фото, видео, съемочное оборудование, квадрики, все, что нам надо. Штативы и прочее. Это Сашин уголок. Вот это Виталий Келькозов. Так, у нас, смотрите, еще раздевалка есть. Ну, да, потому что персонал вот переодевается. Вот тут у нас вот так вот все выглядит. Ага, Анастасия-младшая, Лиля, Никита, Василий. Ну, понятно. Короче, здесь нормально у них, прям шикардиало. Место нормально. Вот мы покажем вам Невский или показывали. Там, конечно, чуть похуже в этом плане. Там, потому что места меньше. Здесь прям все шикарно. И вот такая зона. Там расписано, какое средство нужно. То есть мы набираем в красный этот. Это для зала, да, у нас? А, это для кухни. То есть вот это вот для кухни у нас. Намывать полы, короче, чтобы было все правильно и четенько. Еще мы, как вы знаете, очень часто используем искусственный интеллект. И у нас вот эти вот вывески, которые я прям кайфую от них, они прям классные. Вот это кофе 60. Короче, это сделано при помощи MidJourney нейросети. И мне вообще нравится, вот мы выдрочили вот этот вот неон. Правильные формы, правильные подсветки. И вот с улицы издалека, сейчас мы вам покажем, как это классно смотрится. Здесь вот у нас также кулинарная студия. Тоже вот эти вывески. И видите, мы сделали вывески внутри, мы можем что угодно писать. Поэтому мы написали тусе, курсы, винишко. Потому что у нас реально тусе, курсы, винишко. И все у нас классно делается. Кулинарная студия у нас огонь. В общем, ребята, если хотите еще такой же обзор на другие наши рестораны, то с вас 10 тысяч. Что там?